Это история, как немцы угнали брошенный советский танк в свой тыл, а потом оказалось, что в брошенном танке сидят русские танкисты. Гаврил Половченин, танкист, который застал врасплох врага и освободил город. 14-летний Гаврил Анатольевич Половченя прослужил в армии до того дня, как началась Великая Отечественная война. Родился в Белоруссии в 1907 году, а в 20 лет его призвали на воинскую службу. Тогда еще сильна была кавалерия Красной Армии. Вот в ней он и начал служить. Возвращаться в село по окончанию службы пареньку не очень хотелось, да и армия ему показалась привлекательной. Решил Гаврил посвятить свою жизнь этому делу, но техника его привлекала больше. И пошел он учиться на танкиста. Получил специальность механика-водителя, а затем его и на командирские курсы отправили. Пришлось танкисту и в польском походе поучаствовать. И на финской войне он был. Так что к началу Великой Отечественной это был уже опытный командир Красной Армии. В июне он еще был старшим лейтенантом, а к осени 41-го капитан. Половчиня командовал в качестве заместителя командира танковым батальоном. 42-й год только начался, наши наступали в Калининградской области. И батальону Половчине была поставлена задача прорвать оборону немцев. Это было направление на Лугу, а затем предстояло пройти до Вележа. 9 января батальон нашел слабое место врага на фланге и ринулся вперед. Двигались они по льду и вскоре захватили первую деревню. Капитан управлял Т-34. За ним шли КВ. Не такие быстрые, как Т-34. И в запале Половчиня не заметил, что он ушел от своего батальона далеко вперед. Через два дня его экипаж был уже в поселении Луги, которое занимали немцы. Немцы растерялись, не ожидая такого скорого появления русских танков. АТ-34 воспользовался этим и начал уничтожать врага. Не считая более сотни уничтоженных фрицев, они разбили пару орудий, которые были противотанковыми. Повозки со снаряжениями, пулеметы. Одних только минометов 6 штук. Все это удалось вывести из строя всего лишь одному советскому танку. До двух вражеских батальонов спасались от них бегством. Перед этим немцы согнали жителей деревни в амбар, как это они делали везде, и собирались людей сжечь. Их спасение было тоже делом рук этого танкового экипажа. Через три дня они брали уже соседнее село. Гитлеровцы попытались с танком справиться. Но у них ничего не вышло. Они даже пробовали поджечь его, когда движимая машина застопорилась из-за поломки. Ничего не помогло. Танкисты сбили пламя и смогли уйти. И только на следующий день их догнал весь батальон. На железнодорожной станции в это время стоял эшелон с гражданскими СССР, которых приготовили для отправки в Германию. Половчиня должен был задержать его. Туда послали два танка. Но тот, в котором был капитан, пошел по льду реки. И тот не выдержал. Что только не делали танкисты. Но без помощи им было не выбраться. Нужно было ждать подхода основных сил. И на станцию отправился только один танк. А застрявший во льду, вскоре обнаружили немцы. Мороз, 35 градусов. Т-34 умерзает в лед. И никакого движения. Ни в танке, ни вокруг его. Вот немцы и подумали, что экипаж его покинул. Подогнали тягач, зацепили машину и потащили ее в Адриаполь. Прошло уже два дня. Наши замерзали на морозе, но сидели в танке, как мыши. В городе им пришлось еще сутки не подавать признаков жизни. А на следующий день, когда немцы потеряли бдительность, танк вдруг ожил и пошел крушить немецкую технику. 30 машин с боеприпасами, 12 артиллерийских орудий, вражеские солдаты и офицеры, попавшие под раздачу. Немцы были в таком шоке, что вскоре подошедшие основные войска Красной Армии практически не встретили никакого сопротивления. Вот тогда-то Половчиняй стал героем Советского Союза. Похожие истории практически каждый день я выкладываю в своем телеграм-канале. Обязательно переходите и подписывайтесь.